Вместо дорог направление, вместо тротуаров грязь и пыль. Такая ситуация в поселке у станции Козелковская чуть ли не с самого его основания, говорят старожилы. На главной улице Курильской не было ни извержений вулканов, ни землетрясений, однако асфальт здесь буквально изрыт ямами. Я здесь прожил всю свою сознательную жизнь, то есть четырех лет 64 года. Сделали эту дорогу еще при Советском Союзе, при Совдепии, было более-менее. Все же последние 10 лет разбиты в усмерть. Два ответа прислали, как мы писали во всей инстанции, что здесь тупиковые дороги. Как видите, здесь транспорт идет и идет. На просьбы жителей откликнулся только недавно избранный в Совет районных депутатов Красногринского района Иван Матынга. Яма на Курильской начали засыпать асфальтной крошкой. Впрочем, это не единственные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются местные жители, отметил депутат в ходе своей первой после выборов пресс-конференции. Это элементарные вещи, которых сейчас там нет. Это аптеки, это магазины, это, опять же говорю, дорога. И дорогу встретился уже с людьми, чтобы открыли там аптечную сеть. Просили сделать тротуары. Я думаю, это тоже возможно. Поселок, где более 500 домов, буквально отрезан от Самары. Общественный транспорт здесь не ходит. До ближайшей остановки почти два километра пешком вдоль дороги. Тротуаров здесь попросту нет. По общественному транспорту мы писали письма и в городской администрации ответ был такой, что ширина дороги не соответствует тому, чтобы ездил общественный транспорт. Вот сейчас будем думать, как это решить, проблему. Но я думаю, Иван Анатольевич это решит. Намерен депутат решить и проблему спортивных секций в округе. В планах еще открытие спортивных залов. Самый упор на что, чтобы дети в этих залах занимались бесплатно. Потому что только через бесплатные залы детей можно убрать с улицы, чтобы они развивались. К примеру, стены этого зала, где проходят занятия сразу по четырем видам спорта – айкидо, гимнастики, дзюдо и кикбоксингу – ремонт они видели уже очень давно. Однако недавно дело сдвинулось с мертвой точки. Жалобы и пожелания избиратели могут передать своему депутату в общественной приемной, которая откроется в округе в ближайшее время.